Всем привет, я Елена Голан, добро пожаловать ко мне в гости на модный канал. В сегодняшнем видео много новинок моего гардероба, будем вместе все распаковывать, примерять и сразу даю вам идеи готовых аутфитов на осенний сезон. Итак, в этом видео вы увидите много новинок от таких брендов, как Коз, Дризван Ноттен, Кейт немного, Изабель Моран, в общем мы с вами сегодня пройдемся по миддл маркету и чуть выше, но я сразу предупреждаю о том, что я залинковала в инфобоксе не только непосредственно вещи из люкса и миддл маркета, но и постаралась вам найти аналоги в более доступном ценовом сегменте, так что в любом случае открывайте мой инфобокс, он к вашим услугам. Да, и еще пока я не забыла, я залинковала все вещи, которые вы увидите в моих аутфитах, то есть не только новинки, но и все сопутствующие вещи, которые я использовала для создания своих образов. Вещь номер один и образ номер один я буду подсматривать в телефон, потому что то, что вы видите по экрану, я вижу в телефоне. Итак, вещь номер один это джемпер от бренда Коз. Вообще на самом деле в этом видео будет очень много базовых вещей, но с перчинкой, надеюсь вам понравится. У Коз в этом году, впрочем, как и всегда, есть своя линейка зимнего вязаного трикотажа из хороших нитей, например, из кашемира, из шерсти мери-носа, это насыщенного синего цвета базовый джемпер. То есть можно сказать, что с одной стороны он базовый, но присутствие цвета делает его более родным с точки зрения галантомании. Итак, все в этом джемпере правильно, и кстати здесь же подчеркиваю, что я его взяла на размер больше, то есть мне у Коз нужно иногда даже XSS, я взяла М-очку для того, чтобы он был вот такой максимально расслабленный, большой, свободный. Кстати, да, свои габариты и все размеры, которые я выбрала, я пропишу в инфобоксе для того, чтобы вам легче было ориентироваться, если захотите заказать подобную вещь. Вторая новинка в моем гардеробе, и честно говоря, те, кто подписан на меня в инстаграм, ее уже видели, это стеганая тонкая курточка бренда Totem с асимметричным подолом, достаточно тонкой, но в то же время очень теплая и очень легкая. Когда я впервые появилась у себя в инстаграм-сторис с этой курточкой, я помню, что был всплеск вопросов у меня в директе, и кстати, что хорошего, то что это средний ценовой сегмент Totem, но на самом деле вот точно такую же курточку исполнили в этом году все, кому не лень, и Lime, и Mango, и Zarina, я точно помню, что нашла вам целый список точно таких же курточек в масс-маркете, так что не расстраивайтесь, если курточка вам понравилась, но не понравилась ее цена, есть много аналогов. И для того, чтобы закончить образ и показать вам, как это в целом все может выстраиваться, я добавляю атласную юбку Inley, сапоги со мной уже тоже очень давно, это Стюарт Вайцман несколько лет назад покупала, акцентный шарф Acne Studios, я вам все время про них рассказываю, обожаю, они у меня есть в разных расцветках, и темно-синюю сумочку Jill Sander, которую я покупала прошлой зимой. Вот такой образ у меня получается, полностью черный, но в то же время присутствие насыщенного синего цвета немного добавляет красок и настроения этому образу. И, кстати, еще обратите внимание, мне очень нравится, как трапециевидный силуэт курточки совпадает с легким раскрешением на юбке. Вот такое повторение силуэтов иногда очень симпатично смотрится. Итак, смотрим вещь номер два, и вот буквально при вас я делаю распаковку, потому что, честно, получила я эти сапоги еще до своего отъезда в Милан, но не успела их распаковать, буду надеяться, что размер мне подойдет. Вот, итак, это у нас с вами Дризван Ноттен и сапоги. Покупала я их на Май Тереза, мне повезло, на них была супер большая скидка, и так как я любитель чистого, красивого ахромата в виде правильного оттенка серого цвета, я, конечно же, мимо них пройти не смогла. Итак, сапоги, трубы с широким голенищем на широком устойчивом каблучке. Очень люблю этот фасон, вот буквально точно такие же сапоги у меня были Карла Пазолини 8 лет назад, то есть для меня это идеальная базовая модель. Что меняется, так это только расцветки подобных сапог у меня в гардеробе. Да, размер мне подошел, так что можно сказать, что они идут. Размер в размер есть даже небольшой запас для более теплого носочка. Итак, как же я буду их носить? Конечно же, с яркими цветными акцентами, потому что вот такой правильный нейтральный ахромат, особенно серый ахромат, идеален для того, чтобы использовать его как холст для того, чтобы дальше наносить более яркие цветные акценты. Добавляю я платье Чулок бренда H&M вместе с рукавами Болеро. Я купила это платье, когда снимала вам обзор лучше и худше в новинках в масс-маркете. Кстати, оставлю здесь ссылочку на это видео, обязательно его посмотрите, там было много интересных позиций. Так вот, это платье ушло со мной домой, и вот как раз я считаю, что оно идеально для того, чтобы в более холодный сезон сочетать его с тяжелой обувью или с сапогами-трубами, как в данном конкретном случае. И для того, чтобы утеплиться, я просто сверху набрасываю шерстяное пончо. Кстати, пончо со мной в гардеробе уже очень много лет, нашла вам кое-что похожее, и тоже оставляю ссылки в инфобоксе. Вот такой аутфит у меня получился. Данный конкретный аутфит не на слишком холодную осень, но у нас как раз сейчас не сильно холодно, так что можно попробовать и вот такие более легкие аутфиты. Оставлю ссылки вам на все вещи, которые я использовала в своем образе в инфобоксе, а мы переходим к следующей новинке, и это вот такой суперукороченный жакет, или даже правильнее его назвать Болеро. Это бренд Кос, невероятно необычная вещь, ее не назовешь ни базовой, ни трендовой, я бы сказала, что это просто акцентная вещь. Очень классное качество, это пальтовая шерсть, но вот такие необычные изделия из нее, конечно, выглядят потрясающе стильно. Для того, чтобы подчеркнуть силуэт, вот этот необычный силуэт, я выбрала брюки с очень высокой талией, но при этом достаточно свободные и широкие. Надеваю обычный базовый белый лонг слив, и вот такой необычный силуэт у меня получается. Кстати, обратите внимание, что так как у нас достаточно скромный аутфит сам по себе, конечно же не забываем прорабатывать аксессуары и украшения. Кстати, у меня сейчас в качестве идеи есть тема для видео, как базовые аутфиты превратить в нечто совершенно интересное, вкусное, стильное с помощью украшений и аксессуаров. Если вы за такую идею, обязательно пишите в инфобоксе. Кстати, для того, чтобы развеселить данный конкретный аутфит, я добавила ожерелье чокер грузинского бренда, и посмотрите, как минималистично, авангардно все складывается между собой. Да, сюда же мне хочется еще и добавить мою фуксиную сумочку Каперни. Помните, я покупала ее на Farfetch? Вот такой необычный образ у меня получается. Ну и для того, чтобы будет теплиться, я просто сверху набрасываю пальто свободного кроя. Так как Болерой имеет жесткую линию плеч, то я предпочла выбрать вот такое свободное пальто, для того, чтобы с легкостью накинуть его на плечи. Пальто, кстати, австралийского, не поверите, австралийского бренда Батике, напишу поверх экрана, честно не помню, потому что покупала я его года три или даже, может быть, четыре назад на Net-a-Porter, но подберу вам что-то похожее. Такое же стильное серое пальто свободного кроя. Ну и опять же, чтобы еще больше утеплиться, набрасываю сверху акцентный теплый шарф Acne Studios. Вот такой аутфит у меня получился. Надеюсь, вам нравится. Идем дальше. Наверное, это любимица из всех моих покупок в магазине КОЗ. Это вот такой жилет, в котором я, кстати, сейчас сижу перед вами. Совершенно необычная вещь, очень классный силуэт бочоночком, очень глубокая пройма, очень глубокий V-образный вырез впереди. Здесь все настроено на то, чтобы с одной стороны по максимуму вытягивать силуэт, с другой стороны создавать нечто совершенно новое, необычное, авангардное. Вот именно за это я и люблю КОЗ. Ткань здесь используется точно такая же, как и у Болеро. Под этот жилет я решила надеть контрастный лонгслив. Кстати, еще раз подчеркиваю, что это тоже бренд КОЗ. И это второй лонгслив, точно такое же изделие, как и у меня был черный. Помните? Наверняка вы вспоминаете. Точно такой же лонгслив и с тонкой-тонкой-тонкой шерсти, но в черном цвете и с вот таким необычным отверстием для большого пальца с утрированно удлиненными рукавами. У КОЗ есть эти лонгсливы в разных-разных оттенках. И так как я очень часто надевала черный все последние года, я решила в этот раз еще и купить молочного цвета. Так вот, на мне вы видите и жилет, и шерстяной лонгслив бренда КОЗ, дальше обычные леггинсы, и я решила добавить те самые сапоги Дризваннотон, которые вы видели во втором образе. Мне очень нравится, как выстраивается необычный силуэт. Опять же, я решила добавить свою акцентную супочку Коперни, и в этот раз я решила добавить кейп тоже бренда КОЗ, но из их прошлогодней коллекции. Те, кто не пропускает мое видео на YouTube-канале, наверняка вспоминают этот кейп фиолетового цвета. Я покупала в прошлом году и тоже вам уже не раз его показывала. Опять же, повторюсь, у нас сейчас достаточно тепло. Если у вас холодно, вы вместо кейпа, накидки можете выбрать любое обычное пальто. Или, кстати, еще можно утеплиться и просто надеть съемные шерстяные рукава, о которых мы с вами говорили, когда обсуждали тему трендов. Да, оставлю здесь ссылочку на видео о трендах. Честно, все мне нравится в этом аутфите. И сочетание цветов, и сочетание силуэтов. Оставлю ссылки вам на все показанные вещи в инфобоксе, а мы переходим к следующему пункту. И это сапоги на шнуровке Кейт. На самом деле, эта модель у них прошлогодняя, и наверняка, если вы подписаны на многих модниц, инфлюенсеров, у кого часто бывает люкс, наверняка вы их вспоминаете, потому что они были и в черных цветах, и в бордовом очень красивом цвете. А я решила сделать, скажем так, необычный выбор и выбрала их в белом цвете. Я понимаю, что белые сапоги это непростая заявка. Это всегда сложности и в стилизациях, и в работе с силуэтом. Но вы знаете мой стиль, я всегда люблю сложные пути, я не люблю легких путей. И поэтому я выбрала эти сапоги в чисто белом цвете. Очень удобные, очень комфортные. Сзади у них есть по всей высоте молния, так что не переживайте каждый раз зашнуровывать и расшнуровывать вам не придется. Оставлю ссылку на них в инфобоксе. Они все еще есть и в черном, и в бордовых цветах. И, кстати, здесь же еще хочу показать и лонгслив черно-белый, полосатый. И это я украла лонгслив у моего мужа, обычная классическая тельняшка. Тельняшка из мужского отдела. В магазине H&M тоже оставлю на нее ссылку, хоть мы ее и покупали лет 5 назад, но это у них базовая коллекция, она постоянно повторяется. И добавляю ту же самую стеганую курточку Totem, которую вы уже видели. Кстати, здесь же еще я решила, чтобы утеплиться, добавить теплый-теплый черный шарф. Ну вот завязать его вот таким не совсем обычным способом, просто для того, чтобы передать изюминку. Кстати, шарф это кашемировый шарф Zara из их премиальной коллекции, тоже несколько лет назад совершала эту покупку. Ну, естественно, думаю, что точно такое же найти совершенно не проблема. Вот такой аутфит у меня получается. Я добавила только базовые черные очки, базовую черную сумочку Loewe. Надеюсь, образ вам нравится. Предпоследняя покупка, и здесь же, конечно же, хотелось вспомнить, что я любитель колор-блоков и цветных непростых решений. Итак, на мне вы видите толстовку Изабель Маран. Мне давно хотелось купить или худи, или толстовку вот в таком насыщенном фуксийном цвете. Когда я увидела ее у Изабель Марана, я подумала, что да, это как раз то, что мне надо. Как вы видите, изделие на мне висит свободно, мне именно это и нравится. И для того, чтобы усилить эффект колор-блоков, я добавляю оранжевые брюки Ender The Stories. Не ищите их в магазинах, я покупала их 128 лет тому назад. Попробую найти что-то похожее. И добавляю утепленный пуховик коричневого цвета. Здесь, конечно же, весь образ пляшет вокруг классного сочетания цветов. Фуксийный розовый, насыщенный оранжевый и благородный спокойно-коричневый. Для такого образа у нас еще слишком жарко, но, честно, я уже влюбилась и жду поскорее холодов для того, чтобы впрыгнуть вот в такой конкретно такой колор-блочный яркий аутфит. И последняя новинка моего гардероба это джемпер с воротничком пола, который я тоже купила у Кос. У меня было много подобных свитеров, но все они закончили свой срок эксплуатации, скажем так, и хотелось пополнить свой гардероб чем-то простым, базовым, но в то же время с изюминкой. И я выбрала не классический свитер, не классическую водолазку или джемпер, а именно вот такой свитер с воротничком пола. Мне нравится, что он слегка вытягивает силуэт, особенно если надеть контрастный белый лонгслив. И, конечно же, классно, что здесь можно, опять же, играть в мои любимые черно-белые сочетания, которые после моей любви к цвету на втором месте в списке моих фаворитов. Напоминаю о том, что ссылки на все показанные вещи, включая все вещи из моих аутфитов, я оставила в инфобоксе. Обязательно пишите в комментариях, какой из аутфитов понравился вам больше всего, а я буду прощаться. Всем спасибо за просмотр и хорошего солнечного настроения. Рада вас видеть, буду рекомендовать посмотреть предыдущее популярное видео у меня на канале, где я подготовила для вас 11 готовых, полных, беспроигрышных аутфитов на осень. Все, что вам нужно знать, включая аксессуары, обувь и трендовые комбинации. Кликайте на прямоугольничек сюда, для того, чтобы посмотреть это видео. И напомню о том, что стоит кликнуть на кружочек, подписаться на мой канал и не пропускать мои обновления.